Приветствуем всех, кто находится сейчас у экрана в студии Анны Вязгина и время подвести итоги уходящей недели. Обо всем по порядку. День народного единства В Доме культуры состоялся праздничный концерт. Зрители смогли увидеть выступления творческих коллективов города под мотивы русского фольклора. Концерт смотрите в нашем эфире в понедельник. А в городском парке прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства. Концертная программа, мастер-классы, народные игры. Репортаж наших корреспондентов продолжит эфир. День народного единства День народного единства Россия переживает непростые времена. Мы все знаем про многочисленные санкции, мы знаем про политические нападки, мы знаем про то, как хотят разделить целостность нашей страны. Но я знаю всех нас. Я знаю, что у русского народа настолько глубоки корни, настолько мы едины, настолько мы можем сплотиться, объединиться и быть вместе. Мы всегда вместе, мы всегда едины. И, конечно же, мы справимся с вами, вот с тем непростым временем, в котором мы сейчас оказались. Мы победим, я не сомневаюсь. Поздравление присоединился руководитель Совета ветеранов Анатолий Скварский, отметив, что наши предки дали ярчайший пример гражданственности и патриотизма. Они объединились в борьбе против иноземных захватчиков, несмотря на различающие их социальные статусы, национальности и конфессии. На территории парка развернулись тематические площадки, которые сделали этот день по-настоящему праздничным, ярким, интересным и насыщенным. Малыши с удовольствием веселились на детской площадке. Ребята постарше с восторгом рассматривали выставки изделий из дерева и национальных костюмов. Очень познавательным был мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол. Перед гостями праздника выступили творческие коллективы Дома культуры, детской школы искусств. О том, что есть счастливый край, в котором жизнь не жизнь, а рай. Там нет ни слез, ни бед, ни боль, а в небе чистом, как глазурь. Это чертанье в рек и сел, парит-палит степной орел. Не улетай, не улетай, еще немного покружи. Народные и восточные танцы, песни, игра на гармонии придавали особый патриотический настрой. Все отметили, что праздник невероятно важен для нашей страны. И каждый из нас должен чувствовать свою ответственность за будущее Отечества, за новые поколения, которым мы обязаны оставить мирную и благополучную землю. Праздник, как День народного единства. Естественно, очень баланс, потому что в нашей стране, в нашей России очень много национальностей, очень много людей, которые связывают нашу дружбу, нашу любовь, наше взаимополимание. Это очень хороший праздник, и благодаря, конечно, имению моих пожертвований, существует этот день. Что вы пожелаете россиянам в этот день? Что мы вам очень много мирного мира. Что вам будет существовать, и для родных тем, и счастья всем. Хочется узнать у вас, как у подрастающего поколения, для чего важен праздник День народного единства. Это очень важно, чтобы мы не забывали вообще этот праздник, чтобы мы не забывали вообще, почему это все произошло. И мы стоим здесь, чтобы это показать другим. Мы радуемся, что у нас вот есть такая вот Россия, что мы живем в городе, что у нас все отлично. Вы патриот своей страны? Конечно, я патриот, я волонтер, и это очень важно. В наше время он очень актуальный. И вот несмотря на эти вот сейчас происходящие события, надо объединяться всем народом и жить дружно и счастливо. Так что, мне кажется, это очень актуально в наше время. Церемония бракосочетания военнослужащего, призванного из запаса в рамках частичной мобилизации, и его второй половинки состоялась на минувшей неделе. С важным знаменательным событием семью поздравили представители администрации. Глава города Сергей Дорофеев вместе с заместителем главы администрации Натальей Алексеевой, председателем Совета депутатов Александром Алавиевым и руководителем Электрогорского отделения Союза женщин России Еленой Билыч встретились с семьей Электрогорского мобилизованного. У Валентины и Игоря значимое событие – День бракосочетания. Единственное, что обращает праздник – предстоящее расставание. На следующий день глава семьи, который был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации, вернется в воинскую часть на переподготовку. Мы ждали повестку, потому что муж служил и в полиции работал. Но, конечно, когда она приходит, это всегда неожиданно, всегда как-то волнение. Ну, а так, ну, готово. Мы сегодня решили все-таки спустя 13 лет совместной жизни расписаться. И, в общем, сегодня есть ли вот, наконец-то поженились. Пару поздравили с радостным событием, вручили цветы и памятные подарки. Семье пожелали здоровья, счастливой семейной жизни и скорейшего воссоединения. В Электрогорске активно поддерживают не только мобилизованных, но и оказывают всю необходимую помощь их семьям. Сегодня в очередной раз встретились с семьей нашего мобилизованного. Проводим это регулярно, стараемся пообщаться с каждой семьей и дойдем до каждой семьи. Для чего мы это делаем? Чтобы наши семьи понимали, что ребята ушли, а мы здесь помогаем. Вопросы разные. У кого-то вопросы бытового характера, у кого-то юридического характера. Где-то нужна какая-то помощь. Стараемся оказывать каждой семье посильное содействие и внимание. Самое главное, чтобы они не чувствовали себя одинокими, брошенными. Поэтому вот сегодня мы просто приехали, поговорили, пообщались, пожелали всего хорошего. Поздравили с прекрасным событием в семье, которое состоялось. Поэтому, чтобы наши семьи мобилизованных ребят чувствовали поддержку и внимание и администрации, и совета депутатов, но и всех неравнодушных жителей, которые также принимают участие в большом хорошем процессе, который происходит у нас в городе. Безусловно, эта свадьба запомнится молодоженам навсегда. И главное обещание, которое они дали, обязательно дождаться друг друга. В среду в спортивном зале корпуса «Бета» Электрогорского лицея прошло торжественное вручение формы и спортивного инвентаря для юных спортсменов. Как же смотрятся новые футболки и шорты на наших чемпионах? Прямо сейчас смотрите в репортаже Марии Устиновой. Благодаря поддержке и слаженной работе главы города Сергея Дорофеева и руководителя дополнительного офиса Павла Посадский банка ВТБ Натальи Смирновой 2 ноября в спортивном зале корпуса «Бета» Электрогорского лицея всем юным спортсменам спортивной школы «Вымпел» вручили форму и инвентарь. В своей речи Сергей Евгеньевич выразил слова благодарности всем присутствующим тренерам и пожелал успехов нашим чемпионам. Тренеры прекрасны, это хорошо, в спортивной зале тоже хорошо, конечно, без экипировки тоже трудно жить и с достойной экипировкой очень прекрасно представлять городскую группу Армурска на этих линиях соревнованиях. Поэтому я хотел бы поблагодарить Смирнову 2 июня за ту возможность, что они нам обеспечили форму тренера сбоку. У нас какие борцы и футболисты, да? Хочется пожелать вам, наверное, в окончании этого сезона, я не знаю, закончится, у меня был успех, у кого-то только начнется сезон, да, я знаю, начинаются у нас с зимней виды спорта, поэтому всем вам удачи, подсветания, слушайте своих тренеров, и они вас не придут, наверное, к новому решению, к новому победу, потому что успехов вам. Такие подарки не могут не радовать. Они отлично поддерживают спортивный дух, привлекают детей к регулярным занятиям физкультуры и спортом. Сегодняшнее мероприятие посвящено празднику Дню тренера. Банк ВТБ со своей стороны профинансировал форму для греко-римской борьбы, для хоккея и для футбола. Плюс еще мы сопутствующие материалы, мячи, сетки и так далее. Прошло вручение, на самом деле очень трогательное мероприятие. Ребята очень довольны, и я довольна тем, что очень красивая получилась яркая форма. Они выглядят замечательно, и я пожелала им больших успехов, новых побед, ну и достижений. Футболистам, борцам и хоккеистам подарили около 60 комплектов формы. Также отделению футбола подарили 20 мячей и сетки для ворот. А у спортивного зала «Сокол» теперь будет новая волейбольная сетка. На мероприятии помогали раскладывать и раздавать вещи ребята из волонтерского объединения «Дома молодежи. Я волонтер». Сами спортсмены были очень рады таким подарком. Приятно было? Да, очень приятно. Спасибо большое ВТБ банку из Павловского посада. Для того, чтобы, так сказать, сделали для нас эту форму. Круто. А в мячи теперь будете постоянно играть? Конечно. Да, конечно. Сохранять будем. Будем держать ее как можно дольше, чтобы они не лопнули. И будете всегда играть за «Электрогорск» и стремиться к победам? Конечно. Что вам сегодня вручили? Что за форму? Ну, мне вратарскую форму, потому что я вратарь. И как тебе форма? Нравится? Да. Мне тоже нравится. Будете играть в ней? Конечно. Конечно будем. И какой ближайший матч у вас? Ну, в пятницу. Турнир. Турнир будет. И уже на этом турнире вы будете в новой форме? Да. Скорее всего. И как настроена на победу? Конечно. Конечно. А для всех присутствующих зажигательный современный танец исполнил коллектив «Люди ночи» под руководством Алены Паниной. Всем спортсменам желаем быть стойкими, целеустремленными и уверенно идти за победами, прославляя «Электрогорск» с его гербом на груди. В «Электрогорске» продолжается реализация программы «Социальная газификация». По состоянию на 31 октября текущего года в рамках исполнения программы «Социальная газификация» на территории городского округа «Электрогорск» подрядной организацией ООО «Теплогазсервис» построено 8,5 тысяч метров распределительного газопровода по улице Юго-Западная, Ускоколейная, Новозеленая. Мероприятия по строительству распределительного газопровода в рамках программы «Социальной газификации» будут завершены в срок до 21 декабря 2022 года. Напоминаем, что программа предполагает бесплатное подведение газа до границ участка. От жильцов потребуется только оплатить подключение на своей территории. Работы внутри участка и внутри дома жители могут выполнить по комплексному договору, который включает в себя технологическое присоединение, работа по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на ваш выбор, счетчик, котел, плита, бойлер, поставку газа, техническое обслуживание оборудования. Рассчитать стоимость комплексного договора можно на сайте Мособлгаза в разделе «Социальная газификация». Уточнить график проведения работы, оставить заявку на заключение комплексного договора можно через офис «Мои документы» на сайте Мособлгаза, а также позвонив по телефону горячей линии 8 800 100 75 75. В Электрогорске преображаются дворовые территории, зоны отдыха и общественные места. Устанавливаются и обновляются детские игровые комплексы. Встреча с жителями на улице Пионерской прошла на минувшей неделе. На ней обсудили установку дополнительных элементов на детской игровой площадке. Встреча с жителями по вопросу установки новых элементов на детской игровой площадке прошла 2 ноября на улице Пионерской. На ней присутствовали глава города Сергей Дорофеев, представители администрации и инициативные горожане. Любой благоустроенный двор имеет детскую игровую площадку. Она должна состоять из нескольких элементов, которые разнообразят развлечения детей на свежем воздухе. Жителям рассказали о порядке, этапах и перечне запланированных работ, а также поинтересовались, какие будут пожелания у проживающих в близлежащих домах горожан. Большая часть работы на этом объекте уже проведена. Впереди установка карусель и укладка безопасного резинового покрытия. Запланировано обустройство четырех детских игровых площадок с резиновым покрытием с элементами такими, как качели двойные, балансир, карусель, горка, игровой комплекс и полоса препятствий. Полоса препятствий предусмотрена на площадках 200 квадратных метров, как на Пионерской 3,3А и на Коженовской 1,2. На остальных площадках все то же самое, кроме полосы препятствий. Работа проводится за счет средств местного бюджета. 30 октября отмечался День Автомобилиста. Еще раз поздравляем. Желаем, чтобы ваш любимый автомобиль всегда был на ходу и никогда не кашлял. Ни гвоздей, ни жезлов, ни лысых шин, ни дорогого бензина. Прямо сейчас сюжет посвящается всем автолюбителям. 30 октября отмечается День Автомобилиста. Казалось бы, не особо важный праздник, но машины являются основной частью нашей жизни. Они окружают нас каждый день. Если бы неаккуратность и вежливость водителей, то нам бы было страшно выходить на улицы. Поэтому стоит отдать им должное и рассказать об их любви к автомобилям. Какой на самом деле важный их праздник? Ведь не зря говорят, что машина зачастую как любимая женщина. Отнимает нервы, силы, требует внимания, заботы и больших затрат. И прямо сейчас мы расскажем о двух интересных машинах из Электрогорска, чем увлекаются опытные водители и лихачи помоложе. И первый кандидат – желтый вездеход Владимира Будунова. Встречайте! Яркая желтая машина выглядит массивно, хотя на самом деле она легкая. Весит чуть больше тонны, так как выполнена из пластика. Брутальному виду способствуют линии кузова и шины большого размера с автоматической подкачкой. Их диаметр 1,3 метра. Салон такого вездехода рассчитан на семерых человек. Водительское кресло размещено по центру, а панорамное остекление обеспечивает превосходный обзор как спереди, так и по бокам. В салоне машины можно организовать комфортную ночевку сразу для пяти человек. Поэтому она отлично подходит для внедорожных путешествий. Откуда у вас появилась эта машина и как она делалась? Эта машина называется «Викинг». Строилась она по заказу МЧС России в набережных Челнах на заводе КАМАЗ. Их делалось шесть штук. Осталось их две штуки. Вообще в мире? Да, да. Осталось их две штуки. Одна у меня, а в то время заведовал МЧСом Шойгу Сергей Каджебекович. Вот у него осталась одна машина и одна машина у меня. Машина сделана на базе Нивы. Мотор стоит от Нивы, редуктора, мосты, все стоит от Нивы. То есть это полностью отечественный автопром? Да, да. Сто процентов. Я ее нашел в интернете, продавалась она в Ленинграде. Собрал деньги быстренько и поехал туда. Да. Мне она очень понравилась, да. Привез я ее оттуда. Разобранную всю. Она была не на ходу. Не на ходу, да, вся эта. Мы с сыном, со старшим сыном, ну, год где-то проковырялись с ней всю, поставили на ход. И езжу вот уже десять лет. Ну, они сделаны для Севера, сделаны для МЧС, для спасения людей. Вот, вы говорили, вы долго с сыном возились, ее восстанавливали. Помните ли вы первый выезд на этой машине после вот этой реставрации? Помню. А как же? Как прошел? Нормально. С поломками. Да. Восстанавливали очень долго. Искали запчасти. Ну, и вообще, какие препятствия она может преодолевать? Ну, в принципе, любые. Ну, и... Хорошо идет по снегу зимой, хоть метровый, да. Хорошо, так сказать, да, держится на воде, плавает. У нее есть... Она за счет колес, и есть еще дополнительно у нее что там? Винт сзади, грибной, да. Ну, ее тяжело посадить. Она едет везде. Я вижу, у нее спереди есть крюк, еще вот это какая-то лебедка. Ей вытаскиваете часто? Кого-то. Я ей... Для себя я ей не пользуюсь. Кого-то вытаскивают, да. Недавно вытаскивал, да. Ну, бывает, ну. Бывает, и по ночам просят. Выезжаю, где-то кто-то завалился, провалился. И вы тут как тут. Да, да, бывает, просим. Ну, отзвечу, конечно. И были ли какие-то интересные моменты в плане того, что-нибудь смешное, что с этой машиной связано, какое-нибудь яркое воспоминание? Ну, наверное, были. Когда, допустим, да, заплыл куда-нибудь или и напоролся был момент. Да, вот и вот там он, да. В этом же, да, там зацепил, кто-то выбросил кровать. Мангал. Или мангал, мангал, мангал. И он пропорол колесо, да, и она начала как бы тонуть, но немножко просто дала крен на бок. Ну, нормально все. На бок, на бок, да. Там детей было человек семь. В машине? Да, да. Быстренько. Все благополучно. Да, кто куда, выпрыгнули, так, и друг другу передавали их. Ну, всех спасли, все обошлось. Нет, проблем никаких. Викинг – это универсальный вездеход-амфибия. Едет эта машина не быстро, зато плавает очень хорошо. Мы покинули берег и пустились вплавь по водным просторам Стахановского озера. По ощущениям, очень необычно находиться в машине и видеть все озеро из центра. А теперь мы отправляемся к следующему водителю. Посмотрим, на чем катаются уличные гонщики. Ну что, на чем едем? Эта машина также единственная в Электрогорске. Легендарный японский Nissan Skyline в 34-м кузове. Почти до таком же гонял сам Пол Уокер в Форсаже. Расскажи, как у тебя появилась эта машина? Конкретно эту машину я поменял на другую машину. У меня была Toyota Altazer, тоже была японская праворульная, но была недостаточно мощная, так скажем. Хотелось что-то поинтереснее и поступило предложение. человек с Петербурга мне предложил соответственно вот на нее поменяться. Я выехал в Питер на той машине, мы там соответственно все сделали, поменялись и вернулся я уже на этой. Появилась она у тебя в таком виде или ты с ней что-то делал? Нет, изначально она была серая, немножко другие были обвесы, немножко другие колеса, ну в принципе все было немножко другое, вот, стараюсь по-конечку делать под себя, постоянно что-то меняется, постоянно что-то делается и всегда хочется сделать что-то еще все равно. Были ли какие-то аварии? Да, была авария позапрошлую зиму я ехал в отбойник. Как так вышло? Ну вот так. Мощная машина, задний привод, снегопад, все такое. Так что надо быть аккуратным. Экономить на резине. Ты экономишь на резине? Я экономлю на резине, потому что у меня очень большой расход ее. Куда выбираешься на ней? Какие-то мероприятия может быть или для себя катаешься? Ну в первую очередь для себя по выходным прокатиться, какие-то может быть сходки автомобильные, фестивали, гонки, так скажем. Ну или так просто по настроению. Вот недавно к другу на свадьбу приехал, так сказать, немножко шоу устроить. А дальние поездки были какие-то? Да, в прошлом году в Сочи. Ну если вот не считать дорогу из Питера и вот еще дальняя поездка в Сочи. Куда-обратно больше 3000 километров. Это у тебя не единственная машина, насколько я знаю, почему ты не ездишь на ней каждый день? На самом деле когда я ее только приобрел, я на ней ездил каждый день, я на ней работал. Вот. И продолжалось наверное в течение полугода. И потом я понял, что это очень экономически невыгодно на ней ездить каждый день. И понял, что проще купить вторую машину. Будет намного выгоднее. Что в планах сделать за зиму до начала нового сезона? Планов как всегда много. Остается только все успеть. В планах нормально покрасить, вернуть серый цвет все-таки, немножко изменить конфигурацию подвески и немножко изменить тормоза. Смешные моменты были какие-то машины? Да, постоянно. Реакции людей какие-то, поломки. Один раз она у меня загорелась. Ну, не целиком, так, немножко, но все равно было весело. Также вот, допустим, когда я на ней ездила зимой, было очень много моментов, связанных с тем, что она где-то застряла, угасла, немножко скатилась в канаву, и вот были моменты, когда мы руками ее откапывали, тоже было достаточно весело. По всем канонам японского автопрома руль здесь справа, а не слева. Мотор турбовый, а шины всегда стертые. Я сейчас погазую, а вы потом склеите, как будто я водить умею. Мотор турбовый, двигатель этой машины рядная шестерка с объемом 2,5 литров с турбонадувом, вмещает под капотом около 300 лошадиных сил. Спортивная подвеска регулируется, а космический и такой родной скайлайну цвет называется Blayside Blue. Спереди всегда стоят колеса 18-го радиуса, а сзади меняется в зависимости от ситуации. Для дрифта устанавливаются колеса поменьше, чтобы экономить на резине. Автомобиль не рассчитан на комфортное вождение и перевозку пассажиров, поэтому состоянию салона не уделяется особого внимания. Внешний вид у этой машины достаточно боевой, потому что быстрая езда и управляемый занос дело опасное и машина не один раз попадала в аварии. На этом история о двух совершенно разных машинах подходит к концу. И они не настолько отличаются друг от друга, насколько выделяются своей уникальностью, но каждому свое. Ведь не важно, что у машины под капотом, самое главное это то, кто сидит за рулем. Мы поздравляем всех автомобилистов с их днем. Будьте аккуратны на дорогах. За последние годы в городе открылось много спортивных секций, а возрастной диапазон спортивных электрогорцев стал значительно шире. Заниматься приходят все от двухлетних малышей до людей серебряного возраста. Их успех во многом зависит от грамотного наставника. 30 октября отмечался день тренера. Он не входит в список праздничных и памятных дат России, но неофициально существует в стране уже почти 25 лет. Чем же интересна эта профессия и почему ее считают образом жизни? Узнаем из первых уст. С небольшой планерки начинается каждый день тренера по греко-римской борьбе Александра Белошицкого. Затем разминка несколько минут и тренировка тренировка. Вот уже более 10 лет он является спортивным наставником для ребят и приводит их к пидесталу почета. Когда-то он сам начинал этот долгий путь под руководством учителя. Любимый спорт стал делом всей жизни. Мы так же как и старшие наши воспитанники глядели на тренера и все мечтали быть тренером. поэтому сложилось так то что мои коллеги друзья были на тот момент уже тренерами и пришел момент мне тоже определяться мы были на светлом озере в лагере там был небольшой сбор для детей и был тренер у нас наш царство ему небесное Альберт Михайлович и он нам говорит вы определяйтесь пока я могу вам помочь вас устроить тренерами на тот момент я еще работал просто на началах без зарплаты без всего и в этот день произошло такое предложение на полставки устроиться тренером это был 2011 год поэтому с того момента я официально работаю тренером я очень доволен своей работой тренер это всегда лидер поэтому быть им очень трудно нужен индивидуальный подход умение постоянно держать дисциплину поддерживать эмоциональное состояние на тренировках и турнирах чаще всего на секцию ребенка приводят родители которые заранее выбрали за него этот вид спорта работа тренера же состоит в том чтобы заинтересовать и стать авторитетом в этом деле я думаю что очень важен авторитет потому что первым делом идет дисциплина то есть дисциплина прежде всего то есть чтобы он вовремя был на тренировке если тренировка начинается в четыре они должны быть уже в строю в четыре часа как нам говорил наш тренер дисциплина в четыре началась тренировка опоздал значит сто приседаний допустим к примеру и все эти наказания они всегда действовали и действуют по нынешний день поэтому дисциплина и авторитет и конечно же пример тренера мы им все показываем мы им все объясняем нет вредных привычек никто не курит и не пьет режим дня есть режим дня 8 подъем и примерно в 10 отбой то есть тут никакого другого не может не речи быть профессия тренера многогранная которая включает в себя не только блестящие успехи в спорте но и обладание качествами педагога психолога делятся ли ваши дети именно с вами какими-то просят ли совета да вот бывает конечно есть такое это частенько особенно старшие ребята кто уже более допустим добился каких-то определенных результатов конечно они всегда советуются как лучше поступить даже наверное как вы и сказали мы есть второй отец там поэтому есть такой момент то что ребята всегда спрашивают как лучше поступить а как бы вы поступили там или как мне лучше сделать а вот говорят да у старших ребят когда начинаются девчонки влюбленность как-то это мешает тренировкам на них отражается конечно это очень мешает на самом деле режим есть режим они естественно гуляют со своими девушками поэтому здесь как бы вот этот момент мы прорабатываем с родителями то есть у нас выстроена система такая родитель тренер и ребенок и вот этот круг вращения у нас есть если его нет то очень плохо это для ребенка и для нас в том числе и родители тоже переживают а когда выстроена система вот это ребенок тренер и родитель то это намного проще работать поэтому очень мешают девушки ребята становятся более ветренными и плохо относятся к тренировкам обычный день тренера весомо отличается от привычного нам подъем в 6 утра зарядка если погода за окном хорошая пробежка в 8 часов начало рабочего дня у ребят утренняя тренировка у старших здесь с 10 до 12 либо с 9 до 11 и вечерняя тренировка у них также с 6 до 8 у младших с 4 до 6 при этом в дневное время они отдыхают кто именно учится в школе Олимпийского резерва старшие ребята они у нас такие есть вот поэтому у тренера режим такой вечером также ребята заканчивают 8-часовую тренировку все идут в душ моются восстанавливаются пьют чай с лимоном и с медом и все отдыхать в 10 отбой у Александра большая семья и казалось бы очень сложно совмещать работу семью спорт когда еще так много воспитанников но по его словам семья относится к этому с пониманием до того как создать семью у нас был с супругой разговор она все это прекрасно понимает то что я тренером работаю и поэтому по другому как-то у нас не получится поэтому она входит в мое положение и мы стараемся все равно всей семьей проводить выходные старшая дочь бывает со мной на соревнования ездит поэтому маленькая дочь приходит ко мне на тренировку тоже кувыркается прыгает поэтому бывали моменты но все как говорится люди все взрослые понимают лучший показатель успешности реальные примеры успеха его учеников и таких немало он меня научил бороться не бояться не плакать я на соревнования много раз ездил и борюсь побеждаю и занимаю первые места уважаю своих тренеров за то что они в меру строгие и если что могут подсказать что делать что ты хочешь пожелать своим тренерам в их праздник я хочу пожелать тренерам чтобы они оставались такими же ну довольно строгими но все равно любили своих учеников за что ты уважаешь своих тренеров ну то что они нас учат постоять за себя мы сможем постоять за себя если сложная ситуация постоять за своих друзей ну мы здесь учимся единоборств мы участвуем в них какие же успехи у тебя за время обучения я научился бороться вот пока я вот сразу как пришел я начал уже хорошо бороться я сейчас борюсь могу побороть сильных хоть и пришел почти позднее всех да а что ты но когда наши воспитанники общие приносят результаты и победы это очень приятно я думаю что это не стоит никаких денег а просто душевная радость и для нашего города тем более прежде всего это наверное жизнь а второе наверное работа потому что мы все выросли здесь на этом ковре борцовском поэтому сложно сказать что это работа это наверное наша жизнь и все это вместе взятое потому что другого я в этом не вижу в Электрогорске есть добрая традиция поздравлять жителей почтенного возраста со значимыми в их жизни датами отдавая дань уважения пройденному жизненному пути на минувшей неделе свое 90-летие отметила жительница города ветеран труда Тамара Ивановна Александрова поздравить именинницу пришли глава города Сергей Дорофеев и его заместитель Наталья Алексеева Торжественные обстановки Тамаре Ивановне зачитали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили цветы и памятный подарок именинницы пожелали здоровья тепла благополучия и долгих лет жизни Тамара Ивановна родилась в Электрогорске образование получила в Орехово-Зуеве профессия фельдшер-акушер работала в Тульской области фельдшером через 10 лет вернулась в Электрогорск со всей семьей работала в родильном отделении акушеркой помогала появляться на свет новым жителям работала на скорой помощи с 1995 года трудилась на мебельном кабинете в фельдшерско-акушерском пункте вместе с мужем воспитала троих детей Клуб активное долголетие уже давно прославился своими развлечениями его участники занимаются спортом играют в настольные игры обсуждают интересные фильмы но на этот раз они погрузились в музыкальную атмосферу и спели в караоке основная цель досуговой деятельности для людей серебряного возраста это улучшение настроения общения возможность получить радостные эмоции и удовольствие а пение один из главных антидепрессантов доказано что исполнение любимых песен избавляет от грусти помогает справиться с трудными моментами в жизни в этот вечер представители клуба активное долголетие пришли поучаствовать в караоке-баттле музыкальное мероприятие прошло в рамках празднования Дня бабушек и дедушек не случайно в России Россия всегда объединяет сердца Россия всегда объединяет людей и День дедушек и бабушек дабы не обижать никого приходится теперь на 28 октября общее что у вас у всех есть это ваша доброта как вы неспешно идете как вы на нас так нежно смотрите такими глазами которые а нет таких глаз у нас у молодых потому что в них светится ваша мудрость ваш жизненный опыт ваша та энергия которую вы хотите нам отдать то с чем вы хотите поделиться и наверное увидеть в нас то что сами не смогли сделать я всей души желаю вам здоровья радости мира и чтобы у вас сложилось все в этой жизни как вы хотели самое главное что вы у нас есть участники разделились на три команды репертуар караоке вечера состоял преимущественно из русских народных песен но также были и эстрадные песни и песни военных лет прозвучали сударыня барыня самара городок вдоль по питерской героям праздника практически все песни были знакомы красивые женские голоса разбавлял немногочисленный мужской вокал от песен перешли к танцам гости вечера насладились песнями своей молодости и юности и ушли домой в прекрасном настроении в темно-синем лесу в гребешек растительный без лоб отброс обитает леса на поляне в роду в рамках выездной администрации в общественной приемной местного отделения политической партии «Единая Россия» прошла встреча с жителями это новый формат встреч с представителями власти там можно задать вопрос любого характера и самое главное быстро получить на него ответ о волнующих вопросах жителей Электрогорска наш следующий сюжет 29 октября жители поделились своими переживаниями с главой города его заместителями и начальниками управляющих организаций на встрече с выездной администрацией в процессе всего мероприятия звучали вопросы разного характера доступность здравоохранения установка общедомовых приборов учета предоставление жилья асоциальное поведение соседей среди первых и самых часто обсуждаемых проблем стали вопросы по поводу жилищно-коммунального хозяйства я восемь лет назад купила квартиру по большому хозяйству и у нас перед домом не было никаких построек и так далее сейчас просто люди видят что это возможно и захватывают большие земли то есть вы можете посмотреть любой наружитель это все видно когда приезжаешь сейчас там захвачены очень большие территории давайте вот курочка Александра Анатольевна заместитель который занимается прекрасным имуществом выйдет свяжется с вами вопросы о здравоохранении обсудили с главным врачом электрогорской больницы прямо во время диалога все проблемы взяли на контроль ну я еще инвалид а раз я инвалид значит платный ну давайте разберемся ну две тысячи доплачу а вот в соцзащиту обращались в соцзащиту? обращалась и что они вам сказали? сказали платный у вас группа то есть они вам сказали что у вас нету категории бесплатной да нету потому что я инвалид а как ветеран я ветеран по-моему что-то какое-то в разделении интересно да ну если ветеран почему же инвалид то не инвалид не ветеран я инвалид ветеран ветеран ну мне две тысячи доплачивает за инвалидность за две тысячи а тут год была у врача я где я была в Павловской посаде он просмотрел сложно там с деснами говорит 70 тысяч надо также представители старшего поколения обратились с вопросами которые касаются дальнейшей жизни города после объединения Электрогорского и Павлопосадского городских округов Сергей Дорофеев лично побеседовал и обсудил все нюансы с теми кто лучше всех знает и беспокоится за историю Электрогорска рассматриваем что почему-то сразу люди только негатив видят я вам объясню такая позиция вот например много обращений по открытию у нас МРТ да мы говорим у нас население 30 тысяч мы ничего не можем сделать да раз мы тоже этого сделаем давайте построим физкультурно-ноздоровительный комплекс мы не можем это сделать давайте отремонтируем больницу вот Николай Александрович мы не можем у вас население не позволяет мы не можем участвовать в некоторых программах потому что население у нас не переваливает за решетку 50 тысяч при объединении данных округов появляется такая возможность поучаствовать во всех этих программах то есть это раз это во-первых ну как бы развитие опять этого города опять-таки в городе например в следующий момент вы знаете что мы ничего не строим строить дома многоэтажные вообще в городе вообще практически уже нигде нельзя то есть при объединении у нас получается вот этот угол который идет в сторону Васютина где можно появится землянная часть где конкретно опять город Электрогорск будет уже продолжаться в своих чертах перейдет в сторону и начнет развиваться уже в другом немножко плане для вас как для жителей абсолютно ничего не поменяются потому что все у нас федеральные структуры начиная от у нас прокуратура в Палпосаде СЭС в Палпосаде в полиции практически ну так же отделение пенсионный в Палпосаде на пенсионный в Палпосаде социалка да уже все 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 переходят все переходят на электронную часть проблем по обращениям жителей решили прямо на месте был разъяснен необходимый порядок действий для получения желаемого результата по остальным установлены четкие сроки выполнения работ все поступившие заявления и просьбы взяты на контроль каждая будет сопровождать курирующий заместитель сегодня на вопросах касались в основном многоквартирных домов это и установка счетчиков тепловой энергии это и отношения с соседями это и установка уже в домах счетчиков учета воды также обращались по поводу включения в очередь на получение жилья на все вопросы жители получили исчерпывающие ответы и самое что главное намеченные конкретные даты либо устранения каких-то замечаний либо приведения в соответствие на минувшей неделе глава города Сергей Дорофеев провел встречу чтобы обсудить и решить все проблемы женщин чьи мужчины отправились в зону СВО теперь все договоренности приводятся к исполнению в понедельник представители администрации проверили одну из семи мобилизованных кому уже помогли и будут помогать в будущем 31 октября глава города Сергей Дорофеев вместе с председателем Совета депутатов Александром Оловеевым проконтролировали как выполняется поручение по вопросам и проблемам семей мобилизованных большой дом с огородом хозяйство животные дети и работа все это свалилось на плеч Наталье Евдокимовой ее муж и брат отправились в зону СВО 26 октября на встрече в общественной приемной партии Единая Россия она озвучила проблему с отоплением дома теперь этой проблемы нет дрова для печки привезли на месяц дома будет поддерживаться тепло и уют а семью Евдокимовых будут постоянно навещать и помогать на данный момент мне привезли дрова да я очень благодарна нашему мэру что оказали помощь и это действительно помогло и на сколько хватит вам привезенных дров ну это примерно где-то на месяц и вы получается все хозяйство вот куры дрова топка дети все это на вас остается да вы справляетесь а куда деваться у меня выбора нету каждая семья мобилизованных может обратиться за помощью к администрации на встречах или лично по телефону такие встречи будут проводиться в регулярном формате чтобы семьи мобилизованных ни в чем не нуждались в электрогорске центр помощи мобилизованным и их семьям организован на базе дома молодежи по адресу улица советская дом 2 телефоны для связи 8 985 295 5307 8 985 366 38 46 качественная и доступная медицинская помощь один из главных стандартов современной жизни и в электрогорске стараются уделять этому особое внимание 1 ноября глава города и его заместитель с рабочим визитом посетили диагностическое отделение электрогорской больницы глава города Сергей Дорофеев и его заместитель Наталья Алексеева осмотрели помещение диагностического центра оборудование которым оно оснущено пообщались со специалистами работающими в отделении вместе с главным врачом Николаем Суворовым проверяющие побывали в кабинетах УЗИ флюорографии рентгенографии ЭКГ эндоскопии суточного мониторирования СМАТ и Холтер о работе персонала медицинских кабинетов наличие современного оборудования рассказала Татьяна Жубрикова заведующей диагностическим поликлиническим отделением Занимаются не только обследованием поликлинических и стационарных пациентов но также занимаются профосмотрами также занимаются диспансеризацией то есть все люди нашего города как уют через этот кабинет дети детская инсеренция У вас тоже до обед принимают? Нет, у нас потоки разделены после обеда у них дети идут там тоже по записи все тоже выставлено в систему ЭМИАС вот после того как рабочий день завершен и пленочки описаны медсестры вбивают в эту систему заключения которая автоматически уходит в поликлинику фотоаппарат могут видеть это ну как все сейчас уходим от бумажного инструмента оборота везде в электронный Особое внимание клиника диагностической лаборатории которая занимается забором анализов и расшифровкой результатов исследований присутствующие пообщались со специалистами обсудили процессы лабораторной диагностики позволяющие выявить различные нарушения или оценить динамику состояния больного при лечении лабораторная диагностика это общий анализ крови кал на скрытую кровь и 7 показателей биохимических и вот так же как в рентгене есть подсистема система ЕРИС там гемиасы там ЕРИС а здесь система ЛИС лабораторная информационная система суть ее в чем на пробирку с кровью приклеивается такая клеющая бумажечка на которой написана фамилия пациента имя, отчество его номер телефона штрих-код и какой анализ должен быть сделан из этой крови или из сыворотки соответственно прием этих пробирок у нас идет и сортировка соответственно сортировка клиническую лабораторию на общий анализ крови биохимическую лабораторию на биохимический анализ крови и лаборатория ИФА вот ну у нас уже ведется автоматизированная регистрация этих пробирок и соответственно передача результатов опять в поликлинику уже к лечащему врачу ежедневно квалифицированные специалисты отделения оказывают помощь пациентам а цифровые технологии позволяют сделать труд врачей более эффективным во вторник глава города Сергей Дорофеев провел еженедельный объезд Электрогорска основное внимание уделили проблемным местам по обращениям жителей о самых волнующих вопросах прямо сейчас в материалах съемочной группы ТВЛ в первый день ноября глава города Сергей Дорофеев вместе с представителями администрации провел еженедельный объезд Электрогорска проверка началась с места строительства дороги к новому кладбищу жители обратились с просьбой сохранить и обустроить лыжную трассу которую сейчас перекрывает горы земли и песка от процессов выполняемой работы нашим коллегам надо помочь вот это же убирать будете вот это я так понимаю часть она пойдет на чернение откоса ну да это понятно ну а некоторые будут разравниваться по месту нам нужно сделать здесь у нас тротуар здесь с одной стороны с какой стой вот там с этой стороны желательно будет меня сейчас переговорить с паркировщиками сделать у нас тут лыжная будет трасса километровая для детей и там большая трасса да если можно чтобы нам сделать чтобы машины можно было просто поставить заездную такой карман какой-то сделать чтобы могли люди выходить и в дороге съехать и встать ну как только проектанты дадут вопросов нет ну вы просто тоже донесите со своей стороны то есть вот у нас инициативная группа да Владимир ой Владимир и Александр то есть да они тут с вами как бы будут если что может быть направить поправлять да если даже вдруг там сейчас проектами я не знаю там впрыгнем не впрыгнем проектанты будут нас слушать нет но мы в любом случае с подрядчиками переговорим чтобы они это сделали следующей точкой проверки стала детская площадка у магазина авокадо на улице Некрасова во дворе дома номер 34 проконтролировали как зафиксированы новые игровые элементы здесь все объекты для проведения досуга детей будут установлены по проекту осталось закрепить карусель покрытие площадки будет уложено резиновой крошкой далее проверили проблемные дома на улице Советской в подъезде дома номер 36 жильцы жаловались на состояние входной двери на некачественное выполнение ремонтных работ на планировочное решение подъезда после ремонта вот это единственное что привели вот эти жестяные полоски лап я думаю что это ну просто неуважение к нашим домам Александр Анатольевич давайте мы же дверь поменяем здесь дверь поменяем а что не так с этой дверью ну там смотри там тряпка она сгнила все это железо вы просто прикрыли вот этими лентами алюминиевыми и все если открыть посмотрите но вы считаете что это нормально я заходил но она сгнилась вы посмотрите ну доски поменяем зачем меня делать вот она здесь я послушаю дверь подождите мы сейчас перебиваем вот доски поменяем отсюда зачем делать дверь металлическая доски поменяем сделаем вообще ну доски но вообще конечно конечно в ходе прямого диалога с жителями выявлены все основные проблемы и взяты на контроль по беспокоящим вопросам о подъезде будет проведена встреча со всеми неравнодушными жильцами этого дома по ящикам вы подумайте какие повески какие таблички сделать повески как почту что-нибудь скажем как продажей может быть чтобы потом только не было опять мы ну повесить здесь опять все поломают и так и будем отсюда выходить у нас же как обычно у нас молодежь она почту приглашают тогда вместе переговорим тогда и пригласим то Александра зачем будем как этот испорченный телефон сядем и сразу обсудим все это где-то лучше проверка продолжилась в подвале дома номер 35 ранее в октябре сотрудниками администрации управляющей компанией и жителями многоквартирного дома состоялся комиссионный осмотр подвального помещения сейчас выявленные многочисленные дефекты системы водоотведения взяты на контроль они будут устранены до 30 ноября так как бетонный пол отсюда толком ничего не сделает ну сейчас мы уже с ребятами переговорили будет делать приемки чтобы удобнее было кочем другого варианта нет ну да бочки закапывают слушайте а у них когда она уходит никуда что ли колодцы а колодцы переполняются когда засор стоит дом встает соответственно ревизки выбиваем а куда либо мы квартиру затопим либо в подвале получается такая ситуация в соответствии с критериями очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирный дом по вышеуказанному адресу включен в региональную программу Московской области на проведение капитального ремонта внутренних инженерных систем в период с 2023 года по 2025 год сегодня на объезде как и обещали взяли на этот объезд инициативную группу наших лыжников пообщались с подрядчиком по поводу обустройства новой лыжной трассы достигнуты договоренности о том что они нам окажут в этом помощь и я уверен что у нас будет к новому году новая трасса для наших детишек она будет километровая для взрослых будет немножко совершенно другая обустройством этой трассы тоже наши энтузиасты вместе с администрацией занимаются заехали на обустройство детской игровой площадки на улицу Некрасова подрядчик устанавливает новые игровые элементы пообщались с жителем на улице Советская 36 и улице Советская 35 это два дома у которых накопилось очень много проблем обсудили эти проблемы также наметили пути их устранения все недостатки будут устранены к концу ноября и о погоде в завершении выпуска по прогнозам синоптиков на ноябрьские праздники в регионе ожидается комфортная солнечная погода без осадков к концу рабочей недели и в начале праздничных дней ночи будут ясные без осадков поэтому с более низкой температурой в ночь на субботу минимальная температура будет 0-2 днем от 0 до 5 градусов со знаком плюс такая температура сохранится и в воскресенье 6 ноября скорость северо-западного северного ветра составит 2,7 метра в секунду атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба антициклон сделает пейзаж в регионе красивым и холодным ночные заморозки подсушат осеннюю грязь а дневное солнце добавит ярких красок в жизнь людей которые начали уже ощущать ноябрьское уныние ну что же на этом все новости на сегодня желаю вам отличных выходных в студии работала Анна Вязгина до встречи на канале ТВЛ